В эфире телеканала Винная ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Занятия по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие» проходят в муниципалитете на регулярной основе. Вращение стопой. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Библиотека в Зеленых аллеях стала новым культурным центром микрорайона. Как увидел, шары висят. Библиотека открывается. У меня на душе радостно стало. Я читать люблю. Люблю читать очень. Финальный этап чемпионата России по мотоболу «Видновский металлург» встретился с командой «Агрокомплекс». У нас не играет Касьянов сегодня. Взаимодействие немножко сломалось. Три левши и один правша. Ну ничего, сейчас перестроимся. Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. В ее рамках тысячи людей преклонного возраста имеют возможность участвовать в различных кружках и секциях. Одной из самых популярных из них является скандинавская ходьба. Как и где проходят занятия, узнал Максим Козлов. Центральный парк города «Видное время» без пяти минут десять. В ворота парка входят те, кто сегодня решил принять участие в тренировке клуба скандинавской ходьбы. Для кого-то ежедневный утренний обряд – это чашка крепкого кофе и сигаретка. Не самые полезные вещи. Эти люди за здоровый образ жизни, свой день, они начинают с разминки. Тренировка имеет четкий график, впрочем, как и у профессиональных спортсменов. Он сформирован таким образом, чтобы нагрузки наращивались постепенно. Вращение стопой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующий этап – собственно, ходьба. Участники тренировки проходят около трех тысяч метров вокруг парка. Затем опять уже более усиленные упражнения и снова ходьба. И последнее у нас – это когда мы свое состояние тела приводим в состояние покоя. Чтобы у нас, знаете, нормализовалось дыхание, чтобы наше тело успокоилось. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие», которая действует на территории Подмосковья с 2019 года, люди старшего поколения имеют возможность не только получать заряд бодрости, но и поднять настроение и пообщаться, и с пользой провести время. Я довольна, что я не сижу дома на табуретке и не встречаю какую-то свою пенсию старость. И общение дает, и здоровье дает. Ну, просто мы вот счастливы, что мы ходим на палках. Прекрасно себя чувствую. Благодарю всех наших волонтеров и преподавателей, тренеров. Прекрасно, прекрасно. Очень хорошо. Погода не помеха. Спортсмены, любители скандинавской ходьбы посещают Центральный парк города Видное круглый год. Если вы любите начинать свой день с физических упражнений, приходите в парк, несмотря на то, что губернаторский проект называется «Активное долголетие». Здесь рады всем. Есть? Что-то я проснуться никак не могу, надо кофе выпить. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Как пройти в библиотеку? Такой вопрос теперь нередко можно услышать в микрорайоне Зеленой аллеи. Недавно здесь открылся филиал Центральной библиотеки, который уже успел стать культурным центром жилого комплекса. В жилом комплексе Зеленой аллеи уже почти две недели работает новый филиал Централизованной библиотечной системы. Жителей в микрорайоне много, но все ли знают о появлении библиотеки рядом с их домами? Вы знаете, что у вас здесь библиотека открылась? Знаем. Ходите в библиотеку? Ну, еще не удавалось зайти, но планируем. Да, знаем. Вот. Как часто ходите? Еще ни разу не была. А хотели бы сходить? Почему нет? Мне уже 65, мне уже не до библиотеки, мне телевизора хватает вот так. Мы заходили уже. Ну, как вам? Понравилось. Очень рады, что можно книжечки брать. Библиотеку мы нашли быстро. Жители показали. Нас встретила ведущая библиотекарь филиала номер 14 Светлана Земского. Сейчас часто слышим слова благодарности от жителей этого района. И уже вот за почти две недели к нам пришли много. Пришло и записалось людей, любителей литературы. Библиотека у нас еще небольшая, конечно, но на любой вкус есть литература. От советской и до самых маленьких. И современная литература тоже есть у нас. В библиотеке работают два сотрудника. Заведующая филиалом номер 14 Ольга Савинова сегодня в отъезде. Но нам показали книги, которые она написала. Издания уже заняли свои места на полках новой библиотеки. Однажды на земле и последнее разделение. Кто желает, может прийти, почитать, посмотреть, ознакомиться. О чем книжки? О психологии, о жизни. Аркадий Степанов раньше ходил в центральную библиотеку, на заводской. Теперь есть возможность брать книги рядом с домом. Я четыре месяца был в ТАГЕ. Только приехал и прямым ходом сюда зашел. Серьезно говорю. Как увидел, что шары висят. Библиотека открылась. На душе радостно стало. Я читать, люблю читать очень. Библиотека в современном мире приобретает новое значение. Теперь это центр социальной активности, который открыт для воплощения идей и творческих мероприятий. В этом филиале пока все только начинается. Но со временем библиотека оживет и станет местом притяжения детей и взрослых. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ. А сейчас рубрика «Гость в студии». В муниципалитете идет неделя трезвости. И сегодня мы поговорим о проблемах алкоголизма. В нашей студии заведующее отделение медицинской профилактики Виновской районной клинической больницы Борис Даржаев. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько остро эта проблема стоит в нашем муниципалитете? Проблема таки острая, да. И она всегда была острой. Но я так замечаю, что это все связано с улучшением качества жизни в Ленинском городском округе. Как вы считаете, просто люди стали меньше пить? Люди стали лучше жить. И поэтому все же, если мы углубимся, то люди приходят к алкоголю из-за плохого образа жизни, уровня жизни. Что считается алкоголизмом, на самом деле, когда это уже становится болезнью? Этот путь между одной рюмкой и до алкоголизма? Алкоголизмом мы можем считать только тогда, когда человек постоянно употребляет алкоголь, даже в низких дозах. То есть, допустим, один бокал вина в течение нескольких месяцев – это уже можно считать алкоголизмом. То есть, не обязательно раз в месяц напиваться и считать себя алкоголиком. То есть, бутует мнение, что понемножку каждый день – это ничего страшного. Это совершенно не так так. Это прямой путь к алкоголизму. Конечно, да. Существует даже несколько степеней алкоголизма, среди которых легкая степень, она все же считается, она, как правило, характеризуется такими низкими потреблениями алкоголя в течение долгого времени. Вообще, какие болезни алкоголизм приводит к каким болезням? В первую очередь, к сердечно-сосудистым заболеваниям – это инфаркты, инсульты, тромбозы различного генеза, различной этиологии. Среди всех заболеваний на первом месте по летальности стоят как раз-таки сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к смерти по статистике. Женский и мужской алкоголизм – есть ли различия? Я думаю, что лично я – нет. Бытует мнение раньше, как в учебниках по психиатрии. Да, утверждалось, что, соответственно, намного хуже женский организм воспринимает. Но я лично только связываю это с просто-напросто физиологическим строением организма, потому что женщинам намного меньше нужно алкоголя. Все мы люди, иногда мы оказываемся за праздничным столом. Вот ваши советы все-таки. Сколько можно употребить, что закусывать, чтобы нейтрализовать? В первую очередь, конечно же, не пить алкоголь на голодный желудок. Обязательно, конечно, закусывать. Ну, и, конечно же, употреблять в малых дозах. Малых дозах. И ключевой вопрос, да, что такое малые дозы? Малые дозы. Ну, желательно не более двух бокалов вина, допустим, за праздничным столом. То есть это, ну, по правилам, это два бокала вина или одна рюмка водки. Это рекомендованные дозы. Спасибо большое за разговор, за вопросы и ответы. А я напомню, что в нашей студии был заведующий отделением медицинской профилактики Видновской районной клинической больницы Борис Дорджиев. Видновский металлург встретился с командой «Агрокомплекс» из станицы Керпильская в рамках финального этапа чемпионата России по мотоболу 2023 года. За напряженной игрой наблюдала наша съемочная группа слова Натальи Буслаевой. С первых минут матча стало ясно – игра будет напряженной. И «Металлург», и «Агрокомплекс» сражались за победу в чемпионате России. После нескольких нереализованных моментов видновчанам удалось открыть счет только с забитого пенальти. Но гости из Краснодарского края не сдавались. Во втором периоде «Агрокомплексу» на время даже удалось сравнять счет. И все же на перерыв металлург ушел с преимуществом в один мяч. Я, конечно, думал, что будет проще, но, видимо, это финальные турниры, поэтому три лучшие команды этого года. Поэтому в душе я думаю, что будет проще. Но, видимо, немножко переоценили мы свои силы и силы «Агрокомплекса». Молодцы ребята собрались, борются за третье место. У нас не играет Касьянов сегодня. Взаимодействие немножко сломалось. Три левши и один правша. Ну ничего, сейчас перестроимся. Третий период прошел без забитых мячей. А вот в четвертом Иван Крештоп оформил хит-трик. Капитан команды «Металлург» отметил отличную подготовку и боевой настрой соперников. Нам сейчас не хватало немножко концентрации в первых двух таймах. Я думаю, сейчас тренерский штаб поправит наши ошибки и игра пойдет по-другому. Матч получился очень напряженным и зрелищным и особенно порадовал болельщиков, пришедших на стадион поддержать любимую команду. Остался решающий матч. И выиграем до чемпионов. Так что все нормально должно быть. Прекрасно вообще. Вот сын пришел первый раз смотреть. Наслаждаемся, смотрим. Денис Таратутин и Дина Узбекова приехали из соседнего Домодедова, чтобы насладиться игрой «Металлурга». Регулярно, когда в «Видном» играет команда, то стараемся посидеть, посмотреть, поддержать такой спорт. Это редкий в наше время. Зрелищная игра, много азарта. Эмоции через край. Да, эмоции через край. Игра завершилась со счетом 8-4 в пользу видновчан. В субботу за титул чемпиона России «Металлург» сыграет с «Колосом» из Ипатова. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В эфире рубрика «Афиши выходного дня» и я расскажу, куда стоит отправиться в ближайшие субботу и воскресенье. Мероприятие под названием «Эко-библиофес» стало уже традиционным. В Центральном парке Видного 16 сентября с 11 до 14 часов вас ждут мастер-классы и выставки, увлекательные квесты и настольные игры. А в Центре культуры поселка совхоза имени Ленина в 18 часов в субботу пройдет мультвечер «Яга» и книга заклинаний. Возрастные ограничения 6+. 17 сентября в 12.00 на трассе в деревне Горки пройдут гонки на выживание. Если любите скорость и адреналин, приезжайте посмотреть. Ну и, конечно же, не забудьте, что главным событием предстоящих выходных станет акция «Наш лес, посади свое дерево». Старт 16 сентября в субботу. Адреса площадок смотрите в наших социальных сетях. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова